Миша, ну скажи, что там с этим АИКС? АИКС, сколько, 113 пробега, тысяч. Умер мотор. Умер мотор в каком смысле? В третьем шатуне прокрутило вкладыши. Две причины. Это моя версия именно. Плохое масло, если долго на нем ездили, как бы я его не менял. И вторая проблема, это наше топливо плохое. Развалился в этой машине катализатор. Именно полностью вообще развалился. Он был до такой степени забитый, что она просто не дышала. И, как говорится, она задохнулась над своими газами и начала искать слабое место. И нашла это вкладыш третьего шатунной. И прокрутило вкладыши. Минус колено, минус масляный насос, минус шатун. Даже еще задиров на самом деле на блоке не было. Но, как уже мы его разобрали, делаем полноценную капиталку. Мы сразу загильзуем. Будут новые поршня, новые кольца полностью, новое колено. Масляный насос, шатун, который провернутый. И что? А, удалили катализатор, варили пламя-гаситель. Прошьется эта машина, чтобы не было ни ошибок, ничего. И будет ездить. Меняйте масло раз в 8 тысяч. Минус нормальное масло. И моторы будут уложить. А здесь какое масло заливали? Здесь хозяин заливал 5,30. Не могу сказать, оригинал, не оригинал. Но менял он его не часто. Потому что, если взять блок, ну как, я вам показал, но я его уже отменял. Блок был именно в Нагаре. Именно вот Нагар был, как знаете, на массе 10 по 12 ездили, не меньше. А в Москве желательно с пробками 7-8, чтобы не больше. Потому что в пробках вы тоже, у вас моторисурс идет, у вас накручивается, если так вот взять, перейти в километраж, это плюс где-то 2 тысячи. Ну, в среднем у вас будет. И вот мы рекомендуем 7-8 тысяч, не больше на массе, 100%. И желательно, например, в эти моторы лить 5-20, если вы не хотите, чтобы они долго у вас прослужили. Так что, как-то вот так. И тоже смотрите за системой охлаждения именно в радиаторе. Вот в этой машине они не сильно забитые. Просто бывает, у них все, как люди, у нас смотрят. Вот у нас первый радиатор стоит кондиционера, потом идет у нас основной радиатор. Так. И все смотрят на кондиционера, да он чистенький, зачем его мыть? Но есть подбор, у них между, есть чай, ну вот видите, у меня пальцы залазят. И между ними собирается пыль, грязь и все это. Получается, кондиционер чистый, а основной забитый. И он не дышит, получается. Он его не охлаждает. Хотя температура все в норме, но, как говорится, по чуть-чуть перегрева. Чуть-чуть, чуть-чуть и, как говорится, за 100 тысяч, и все, в канат приходит. Так что тоже немало такой важных фактов. А из дефектовки что там, запчасти какие-то остались, посмотреть? Да, да, тебе не страшно, я покажу. Ну это масляный насос, это иначе, что у нас мотор. Он идет у нас уже в насос вместе с крышкой, с передней. Получается, ему не хватило доления. Вот, если он выглядит, вот, нога. Он такой темный, не салатистский. А какое масло было, не знаешь? Нет, не могу сказать. Таблички там никакой не висел. Это вот тот шатул, который прокрутился. Здесь вкладышей нет. Смотрите, в этом шатуне, вот видите, вкладыши есть. И то они, видите, поюзанные. А в этом их просто нет. Я вам сейчас покажу, где они остались, например. А они к коленвалу прикипели? Да. Вот сам коленвал. Вот она, эта шейка. Видно вам их? Вот, это вкладыши. Они именно прикипели. Вот, вот где остались вкладыши третьего вкладыша. То есть они даже между собой прикипели, получается? Да, они, получается, именно друг на друга уже залезли. Как нам объяснил владелец, собрался ехать на работу. Это ЭНА? Нет, ЭНА. Это уже рестайлинговый, унашный. Как нам уже объяснил владелец, проснулся утром ехать на работу. Пошел заводить машину, завожу, слышу стук. Заглушал. Он обслуживался не у нас. У него есть рядом сервис, делал машину делать. Он говорит, ну, там, ты можешь не делай ходовку? Он говорит, поехал к пацанам. Они послушали, они говорят, звук идет с третьего цилиндра. Месяц она у них простояла. И привезли к нам вчера на эвакуаторе. Мы ее завели, и звук это именно не поршневой. То, что, ну, мы сталкиваемся часто, мы знаем, звук поршневой и шатунный. Но звук именно не поршневой, а именно шатуна. Но чтобы убедиться на 100%, потому что мы были уверены, 99%. Мы слили масло, сняли поддон, в поддоне уже увидели стружку. Нам это уже показывает, что это какой-то вкладыш прокрутился. Начали искать. Первый, опускаем первый, четвертый вниз. Не швелись, вообще ничего. Опускаем второй и третий вниз, в шейке. Прям второй, стоит на месте. Берем третий, а он прям болтается. Откручиваем. Откручиваем именно шатун. И все, и видим, что там вкладыши у нас нет. Просто вот в чем такая бита, сразу человек попадает. Плюс, помимо того, что ты питал, ну, именно то, что у них здесь задиры на поршнях, это сразу будет. Надо новое колено оригинальное. Новый оригинальный шатун и новый масляный насос. Потому что масляный насос попадает стружкой, и он автоматически забивается. Мы уже проверяли неоднократно. Если его разобрать, там будет стружка 100%. Это после задиров или после колена? После колена. А сильные задиры там на этом блоке? Блоки? Блин, сейчас могу. Блоки не особо. Вот в нем 113 тысяч пробегов, блоки не особо. В нем особо нету. В нем вот в одном цилиндре, в третьем, но это диабило. Лучше посветить, да? Четвертый, получается. Нет, первый. А, первый. Это четвертый. У нас проблема... То есть, обычно самый плохой, да? Четвертый. Да, обычно самый плохой четвертый. Четвертый, получается, именно с дальнего. Потому что масляный насос у нас стоит впереди, и получается, давление у нас идет от первого к четвертому. Один, два, три, четыре. Но в этой машине, еще раз повторюсь, 113 тысяч пробега, здесь еще нету таких критичных задиров. Ну вот, если вы видите на камеру, там есть пятнышко. Вот, это тот третий. Вот видите, он такой, темный. Но это еще не критично. Хон еще на месте, именно проблема... То есть, если бы не коленвал, он бы не стучал? Да, если бы не коленвал, он бы не стучал. То есть, он, наверное, сколько? 120? 113. 113 тысяч? Он бы еще поездил. Проблема масла и катализатора. А катализатор развалился... А, катализатор его еще задушил. Да, его именно задушил катализатор. Вы видите, тут несколько фактов, они, получается, сошлись в одно, и просто умер мотор. Обидно, но... Оглевает. То есть, все равно, иначеные моторы, которые не ставят, они чуть получше, как они подольше ходят, именно по забирам. Чем КД. Чем КД, да-да-да. Но, видите, как говорится, сами владельцы могут убить мотор. Просто тупо не менять масло, ездить минимум по 15 тысяч, не мыть радиаторы, потому что в Москве раз в три года желательно мыть радиаторы. Именно разбирать полностью и промывать. Они, как люди делают, верхний, основной, как я вам говорил, кондиционеры моют, ну, они на мойке, видимо, просто. Ну, да, типа, но он же чистый. Я говорю, вот, и они типа, думают, что он чистый. Нет, у них именно проблема между радиаторами. Вот масло нормальное, и вовремя менять, и радиаторы. и желательно на плохих заправках тоже не заправляться, потому что детонация от нашего топлива, это тоже много зависит. Так что, как-то вот так. Ну что, приехал наш блок с гильзовки. Как видите, у нас новые гильзы, новый хон. Он должен... Сейчас покажем. Видите, новый хон, новые гильзы. Все под стандартный размер, ничего не увеличено. Все стоки, новые поршня, новые кольца и новый третий шатун, потому что здесь прокрутились у нас вкладыши. Естественно, у нас новый коленвал будет стоять. Масляный насос, прокладки, ну, вкладыши, естественно, это все. Цепи, натяжитель, здесь будет все новое. А головка у нас тоже уже все притертая. Головка притертая, сальники поменены, все вымыто, чистенько, все продуто. Осталось, получается, нам все это собрать в одно целое и будем запускать мотор. Там дальше, видите, как работает. Ну что, почти собрали мы мотор полностью. Уже поставили крышку. Она также у нас и масляный насос. Видно вам, что новый, да? Он отличается еще по цвету. Тут именно новый алюминий, а здесь алюминий, который вымыто. Видите, что химия, он серый. Все вымыто, все поставлено. Цепь тоже новая стоит. Вот они, меточки. Меточки, свечи там новые тоже стоят. Все чисто, все маслом промазано. Сейчас ставим клапанную крышку, которая все вымыта. Новая резинка, новые колечки. Будем ставить, нам останется поставить термостат, впускной коллектор, шкив, ремешок мы потом поставим уже на машине. Ну и пару патрубков полностью. Ну и генератор, естественно. И все. И будем его внедрять в машину. Вот в нее. Собрали мы мотор. Как видите, он стоит уже на месте. Залиты все жидкости. Антифриз новый, масло новое. Все по уровням выставлено. Сейчас будем его запускать. Как видите, ровно работает. Все тихо. Все хорошо. Посторонних ни шумов, ничего нет. Так что сейчас прогреваем его, проверяем еще раз все жидкости, уровни течи и отдаем клиенту. Так что вот так как-то. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok